На связи наш корреспондент из Украины Сергей Михеев. Сергей, добрый день. Добрый день, Геннадий. Сергей, ну что, мы сейчас ожидаем, когда появится Рефат Абдурахманович Чубаров, наш сегодняшний гость. Я напомню нашим телезрителям, что Чубаров председатель Меджлиса Крымско-Татарского народа, президент Всемирного Конгресса Крымских Татар. И я думаю, что то, что вы его пригласили в эту программу, во-первых, он у нас уже не впервые в эфире. Мы с ним говорили и, по-моему, до событий в Крыму, то есть до 16 марта, тогда, когда в Крыму прошел референдум, и после этих событий. Так что он у нас уже не в первый раз появляется в нашей программе. И я думаю, что здесь есть несколько тем, которые, конечно же, интересно с ним обсудить. И первая тема, это 16 августа, то есть прошлое воскресенье, в Украине прошли выборы местных меджлисов. Ну, их уже назвали выборами в изгнании. И вторая тема, Путин вчера побывал в Крыму вместе с Медведевым. И во время своих встреч он касался национальной темы, в первую очередь, понятно, крымско-татарской. Сергей, я думаю, что это не случайно сегодня появление, дай бог, чтобы у нас со связью все состоялось, Рифата Ибрагимовича. Как вы считаете? Не сомнения, потому что, вы правильно сказали, это были выборы в изгнании. Народ, который жил, он всю жизнь был разогнан, что называется, сначала царской Россией, потом Сталином и вот новой Россией. Поэтому, естественно, это были несколько экстраординарные выборы. И действительно, вот эта характеристика выборов и изгнаний, они, по всей видимости, отображают всю суть происходящего сейчас в Крыму, который оккупирован, аннексирован российской властью. Ну, а, кстати, вот по поводу вчерашнего визита Путина и Медведева в Крым. Порошенко уже назвал этот визит нарушающим все международные соглашения. Он назвал это вызовом цивилизованному миру. Какие комментарии об Украине, ну вот кроме выступления президента? Ну, собственно, позиция единая. Дело в том, что Порошенко в третий раз, по-моему, Мнота и в третий раз, вот называется это недопустимым. Сейчас просто назвали вызовом цивилизованному миру. То есть формулировки меняются, но суть от этого не меняется. Ну, в той же степени россияне считают Крым своим на сегодня, вот таким образом. Поэтому, ну, что называется, противостояние самое, что ни на есть, радикальное. С точностью до наоборот. Кто здесь прав, кто виноват. Вы сами говорили, что у нас разная аудитория по-разному мыслят, по всей видимости. Это на рассуждение каждого, что это есть незаконный приезд с точки зрения Украины, как утверждает Украина. Или все-таки это законный визит на свою территорию российского президента Путина. Геннадий. Ну, что мне сказали, что уже Рифат Абдурахманович на линии. Рифат Бэй, вы слышите меня? Да, слышу, да. Да, добрый день. Рад приветствовать вас в нашем эфире. Вы у нас уже были в эфире RTN WMNB, общенационального американского телеканала. И нас сейчас слышат во всех штатах Соединенных Штатов Америки. Мы уже с Сергеем пока ожидали вашего появления в эфир. Обозначили две главных темы. Это выборы в Меджлис, которые прошли 16 августа, прошедшее воскресенье. И визит Путина и Медведева в Крым. И различные сентенции, которые были отмечены в выступлениях российского президента. Рифат Бэй, давайте начнем с 16 августа, с прошедших выборов местных Меджлисов. Фактически, это были выборы в изгнании с Крымского полуострова, выборы местных парламентов, крымских татар переместились в соседнюю Херсонскую область. Но Крым, если мы смотрим с юга, затем немного севернее и западнее. Это Херсонская область, затем Николаевская, затем Одесская. Из порядка 20 тысяч крымских татар в Украине, более 12 тысяч проживают, оказывается, в Херсонской области. Самое большое поселение области в селе Великая Александровка в Геническом районе. Она сейчас рассматривается, собственно, как центр политической и культурной жизни крымских татар Украины. У меня вопрос. Вы меня слышите, Рифат Бэй? Да, конечно. Каковы результаты выборов и в чем особая миссия вот этих уже сегодня названных выборов в изгнании? Какие первоочередные задачи должны решить эти выборы, учитывая, ну, реалии раздела крымских татар? Поскольку недавно единый народ теперь живет, что называется, через границу. Часть проживает в Крыму, часть проживает за этой территорией. Пожалуйста, вам слово. Давайте мы, сперва, очень коротко просто ведем ваших телезрителей понимание того, что такое миссии. Дело в том, что крымские татары в отсутствии своей государственности имеют очень четкую систему национального самоуправления. Это система Курлтай крымско-татарского народа. Это общенациональный съезд. Курлтай избирает миссии крымско-татарского народа. Это высший представительный орган крымско-татарского народа. Во всем местам, где живут крымские татары в Крыму, избираются местные миссии. Это локальные миссии, которые решают проблемы людей, объединенных локальными территориями. Кроме того, местные миссии у нас есть в Херсонской и Запорожской областях Украины. Там, где десятилетиями формировались общины крымских татар. Это те крымские татары, которые в советское время вновь и вновь, при попытке их возвратиться на родину, выкидывали за пределы Крыма. И они там оседали. 16 августа прошли выборы локальных местных миссии Херсонской области. Они избрали членов Меджлисов. Теперь соберутся эти местные Меджлисы, их там 8, то есть в 8 административно-территориальных образованиях. Изберут своих председателей и, соответственно, организуют Херсонский региональный Меджлис. Все, что касается деятельности Меджлиса в Крыму, то эти выборы там были проведены перед оккупацией. И там такой сейчас необходимости нет. Разумеется, эти локальные Меджлисы, которые избраны в Херсонской области, они будут в первую очередь решать проблемы тех людей, которые живут на этих территориях, имеют в виду крымские татары. Кроме того, оккупация Крыма откладывает определенную специфику на их деятельность. На этих территориях сейчас достаточно много людей, которые были вынуждены покинуть Крым из-за вопросов личной безопасности. И, разумеется, эти территории, сопредельные Крыму, нами рассматриваются как особые территории, откуда начнется деоккупация Крыма. Мы довольны результатами выборов. Несмотря на лето, несмотря на особую занятость сельского населения, выход людей был для нас достаточно активным. В целом 39%, но в условиях, которые сейчас живет Украина, это никого не огорчает, поскольку эти люди по своей инициативе самостоятельно вышли избирать органы собственного самоуправления. Такая высокая активность гражданская крымских татар. Это, видимо, то, что я должен был рассказать о Международном. Рефат Абдуард Ахманович, давайте к главной теме. Вчера, на следующий день, собственно, вчера в Крыму проходило другое, менее приятное, но, увы, не менее важное событие, которое касалось и темы крымско-татарского народа непосредственно. В Крыму были и президент России, и премьер. В Крыму прибывали, по мнению украинских властей, незаконно, о чем украинский МИД заявил в ноте, и Порошенко назвал приезд Путина в Крым вызовом для цивилизованного мира. Тем не менее, визит состоялся. Перед тем, как перейти к обсуждению деталей этого визита, вопрос к вам, Рефат Абдуард Ахманович. Сбылись ли ваши предсказания, что Путин во время вот этого визита в Крым собирается озвучить ряд аргументов для торга за аннексированный полуостров? В принципе, вы нам Крым, мы вам уход с Донецкой и Луганской области, как сказали вы. То есть, прямо косвенно этот вопрос как-то решался там или нет, как вы считаете? Ну, разумеется, сам визит в оккупированную территорию лидера страны, которая и оккупировала эту территорию, это и был вызов всему международному сообществу. Это был вызов, который, с точки зрения Путина, должен был продемонстрировать как бы неизменность позиции России в отношении ей уже оккупированного Крыма. Если расшифровать, собственно, эту поездку словами, не высказанными тем же Путином, то оно бы звучало таким образом. Видите, мы жесткие свои позиции, мы не будем от нее отходить, и поэтому, что бы вы с нами не хотели, о чем бы вы с нами не хотели говорить, мы будем исходить из того, что Крым является российской территорией. Это была вчера демонстрация силы, демонстрация крайнего неуважения к международному сообществу, которое все-таки пытается жить согласно общепринятым международным нормам, моральным ценностям, установленным в деятельности государств после Второй мировой войны. И в этой части я считаю, что мое предсказание, оно сбылось в полной мере. Особо сбылась и вторая часть моих предположений о том, что Путин в ходе своего визита обязательно встретится с теми, кого власть назначила так называемыми крымскими татарами, то есть несколькими коллаборантами из числа крымских татар, которые в общении с Путиным продемонстрировали высокую степень лояльности, но не только своей личной. Они попытались эту лояльность как бы продемонстрировать от имени всех крымских татар. Другое дело, вот то, чего я не ожидал, действительно, Путин даже в форме, знаете, такой циничной политической игры, он не оправдал ожидания тех коллаборантов, которые пошли к нему навстречу. Они-то ожидали, что Путин скажет нечто ожидаемое со стороны крымских татар, ожидаемые слова о необходимости восстановления их прав, о необходимости придерживаться прав коренного народа Крыма, крымских татар. А вместо этого Путин, в общем-то, нанес всем публичную оплеуху, заявив о том, что у нас в России, как он сказал, все будут жить на равных. Ну, слова-то вроде декларативно звучат красиво, но в крымских условиях это означает о том, что как не были восстановлены права крымских татар, так никто их восстанавливать не будет. Как были крымские татары без земли, так они и дальше будут находиться без земли. Как был крымско-татарский язык в подавленном состоянии, он так и дальше будет находиться. Путин вчера даже для той небольшой части крымских татар, которые, ну, каким-то образом ожидали чуда от его появления в Крыму, он просто себя развенчал окончательно даже перед теми, кто хотел бы, надеется, от него услышать приятное. Руфат Бэй, ну вот в этой ситуации, в этой обстановке, то, что вы описали все, хотелось бы, чтобы мы вернулись к выборам, поскольку Сергей вам задал вопрос, а вы только рассказали о сущности Меджлиса, но не ответили на мои вопросы. Я еще раз их повторю, каковы результаты выборов и в чем особая миссия вот этих выборов в изгнании. Ну и, опять-таки, учитывая ситуацию, учитывая выступление Путина, первоочередные задачи, которые должны решить те, кто был выбран в 16 августа, учитывая реалии раздела крымских татар. Смотрите, я попытаюсь ответить на этот вопрос, просто я хочу, чтобы вы меня услышали. Это не есть выборы в изгнании. У нас местные Меджлисы в Запорожской и Херсонской областях, они существовали ранее. Подошло время для того, чтобы в соответствии с положением органов национального самоуправления провести очередные выборы, и мы их там провели. Выборами, результатами мы довольны, потому что практически везде была альтернатива. Люди избирали тайным, прямым голосованием непосредственно по месту своего проживания тех местных лидеров, которым они доверяют, и которые будут организовывать жизнь этих общин в Геническом районе Херсонской области, в Новотроицком районе, в самом Херсоне. Там действительно живет у нас достаточно большая диаспора крымских татар. Их задача будет заключаться в том, чтобы максимально решать проблемы сохранения, развития крымских татар, проживающих вне Крыма, в условиях оккупации Крыма. Мы исходим из того, мы в это просто верим, и мы все делаем для того, чтобы в ближайшее время соединиться с своим народом, который проживает в условиях оккупации. Я думаю, что теперь уже после деоккупации практически все крымские татары, которые пока еще находились по разным причинам за пределами Крыма, я имею в виду еще до оккупации его России, теперь они будут более активны в том, чтобы собраться на своей исторической родине. Вот в этом и есть, в общем-то, предназначение мечлицев. Сохраниться, сберечь, развивать и возвратиться. Что касается общих наших задач, я думаю, здесь мы, может быть, более бы коснулись того, что было 1-2 августа в Антаре, где собрались 430 делегатов от 184 общественных организаций крымско-татарской диаспоры, раскиданы по всему миру. На данные заседания Конгресса собрались представители 14 государств. И вот здесь мы, конечно, говорили о координации всех наших усилий, и мы конкретизировали формы нашей деятельности, исходя из современной ситуации, исходя из того, что Крым оккупирован Россией. Если бы мне сейчас попытаться очень коротко сформулировать эти задачи, о которых мы обсуждали два дня, я бы их бы сформулировал таким образом, что деятельность всей крымско-татарской диаспоры будет направлена на то, чтобы максимально активизировать самих крымских татар, разбросанных по всему миру. При этом максимально стимулировать правительство стран, где проживают крымские татары, а также создавать общественное мнение в этих странах в направлении того, чтобы совместными усилиями остановить агрессию России, чтобы эти страны, в которых живет крымско-татарская диаспора, максимально объединили усилия между собой в деоккупации Крыма. Это вот те задачи, которые стоят перед крымско-татарской диаспорой. Рефат Бэй, у меня к вам вопрос сразу же в догонку. А как-то жизнь крымских татар изменилась? Ну, на самом деле, 16 марта прошлого года прошел референдум в Крыму, было очень много обещаний со стороны крымчан, было очень много надежд. В какую сторону изменилась жизнь крымских татар? Я думаю, что вы постоянно в контакте с теми, кто проживает в Крыму, несмотря на то, что, насколько я понимаю, въезд вам туда сегодня запрещен. С 16 марта 2014 года в Крыму состоялась имитация референдума. Вот в том строгом понимании, как люди воспринимают референдумы, такого действия в Крыму и близко не было. Я приведу буквально несколько таких вот моментов. 27 февраля 2014 года незаконные вооруженные люди вошли в парламент Крыма, захватили его. И 27 после обеда, февраля 2014 года, было создано сессия, на которую не был допущен ни один журналист, на которой не работала ни одна камера. И мы все знаем, что там совершенно не было форума, но зато там были вооруженные автоматики масков, так называемые зеленые человечки. Там было полное, но большое количество сотрудников ФСБ, которые к тому времени наводнили Крым. И вот тогда, 27 февраля, так называемая сессия приняла решение о проведении референдума 25 мая 2014 года, тогда, когда в Украине были назначены выборы президента. Однако уже буквально через два дня еще раз заставили собраться депутатов. Их просто туда сгоняли, и на это есть даже признание небезызвестного Гиркина-Стрелкова. Собрали, согнали депутатов, и они переголосовали вопрос о референдуме и назначили его на 30 марта. Но потом через несколько дней, вы извините, что я так долго рассказываю, но уже 6 марта еще раз спинками согнали депутатов, и они проголосовали за 16 марта. 6 марта и 16 марта. За 9 дней подготовить и провести референдум, знаете, на какие вопросы хотите ли вы отделиться от одного государства и присоединиться к другому, но мир еще не знал такого цинизма и такого беспредела. Поэтому это была имитация референдума, но понятно, что Путин и все политическое руководство России, они идею вот этого референдума, ими же сорганизованного, ими же проведенного, они положили как бы в основу вот внешнего такого пояснения о том, что случилось в Крыму. Через полтора года оккупации наиболее даже, может быть, такие, знаете, смелые опасения, опасения и крымских татар, и других людей, они оправдались, к сожалению, в полной мере. Вы знаете, сегодняшняя жизнь в Крыму, она заставляет осознать случившееся непоправимое, то, что случилось в прошлом году, но непоправимое с точки зрения, кто в них добровольно участвовал, антилюди осознали. Рифат Бей, я вас перебью. Рифат Бей, смотрите, вот я об этом хотел спросить. Вы обозначили эту тему про правильных и неправильных крымских татар, ну как с точки зрения России получается. Вот вчера Путин, это формально вообще-то было посвящено развитию туризма в Крыму, он сказал, что, я подтвержу его словами, вашу вот эту мысль, что любые спекуляции на тему особых прав граждан, принадлежащих к тому или иному этносу, они опасны. Это так обозначил Путин то, что будет развиваться. Тем не менее, он сказал, что должен развиваться любой туризм, в первую очередь православный. Вообще и Россия, и Украина, они страны-то светские, поэтому непонятно, почему не предлагало развивать, скажем, мусульманский туризм. Ведь тут же было заявлено, что согласно переписи населения, самые большие народности, это народы, это русские, украинские и крымские татары. То есть уже в этом ущемление. Но тем не менее, вот руководитель общественного движения крымских татар, Крым, Римзи Ильясов, которого вы, по всей видимости, уже обозначили, он принял, как бы, пас от президента и сказал, так называемый Всемирный Конгресс, это те люди, клуб единомышленников, которые, вот что называется, противостоят нормальной мирной жизни крымских татар на Крымском полуострове. Это, по всей видимости, вот мяч ваш, ваши ворота, ведь недавно был Всемирный Конгресс Крымских Татарств, который был президентом, которого вы являетесь. Пожалуйста. Вы знаете, ну, честно говорю, для меня просто очень неблагодарное дело пытаться комментировать, ну, всю ту чушь, которую мы слышим последние полтора года, начиная от высшего руководства России, да если бы только слышали бы только лишь мы, но слышит это весь мир. И тем более комментировать то, что говорят те люди, которые, ну, подрезаются у сапог тех, кто возомнил себя властителем всего уже мира. Я могу просто ограничиться лишь только одним. Для меня нет более циничного слышать от уст человека, который наиболее брутальное нарушение международного права поясняет необходимостью защиты русских людей, русского мира. И при этом так вальяжно говорящего о том, что здесь любые какие-то даже просто разговоры о необходимости восстановления прав крымских татар являются неприемлемыми, что в России у нас, мол, у всех одинаковые права. Вы понимаете, ну, вот непротиворечивость, а просто вот абсолютная просто несовместимость утверждений господина Путина вот друг другу просто, ну, наверное, требует комментариев других специалистов, но только не политика, пусть даже и не такого, может быть, высочайшего уровня, как я. В этой ситуации могу просто сказать, что у меня иногда создается впечатление, ощущение того, что мы просто вернулись на 30-40 лет назад. То, что вчера говорил Путин в отношении лидеров крымских татар, то, что его подпевали некоторые из числа застательных властью крымских татар, это так напоминает времена Брежнева, Андропова, Черненко, но все это же потом быстренько лопнуло, и все эти люди оказались размазанными под вот той гадостью, которая распространилась, и нам казалось, что она уже исчезла с земли. Но оно все возвратилось. Мы знаем одно, мы действительно это знаем. Россия с оружием в Крым пришла не для того, чтобы делать добро людям, и не только крымским татарам, но и украинцам, и русским. Россия пришла в Крым для того, чтобы в представлении Путина показать свое особое место, если бы она туда пришла бы инвестициями, гуманитарными программами, если бы она туда пришла бы какими-то объединяющими соседние страны Турцию, Украину, Болгарию, румыниями, какими-то такими, знаете, трансконтинентальными программами, мы бы говорили бы, какое это благо для всех, кто там живет в Крыму, и насколько Крым объединяет своих соседей. Но Россия туда пришла войсками, танками, теперь она там устанавливает ракетные комплексы дальнего такого следования, дальних таких прицелов. Соответственно, России там не нужны люди, которые просто будут хотеть жить в демократии, в уважении друг к другу. Россия будет там встраивать людей между собой, и всех будет встраивать, в том числе против крымских татар. Кстати, Руфатбей, вот по поводу, мы уже будем завершать нашу беседу, но хотелось бы услышать еще один ваш комментарий, поскольку вы сказали в одном из интервью, что в Крыму Путин вновь озвучит аргументы, которые, на его взгляд, должны будут положены быть в основу ожидаемого им торга с лидерами западного мира. Ну, какой торг? Вы нам Крым, мы вам уход с Донецкой и Луганской областей. Вы это услышали? Насколько вообще в этом направлении как-то продвигается ситуация? Вы нам Крым, а мы вам уход из Донецка и Луганска. Нет, такого прямого места не было, но, я повторяюсь, были косвенные, и вот в этой цепочке я рассматриваю вот где-то вот последние дни особое напряжение, которое мы сидим в Украине, чувствуем на территориях, которые подконтрольны боевикам, Донецкой и Луганской областях. Вы знаете, что еще несколько дней назад там было высокое напряжение, частые обстрелы, в которых погибали люди, как гражданские, так и военные. Было опять, наблюдалось наращивание российских войск близ границы. Мне представляется, видимо, поведение Путина еще продолжается период бряцания оружием, демонстрации силы, в том числе и через визит в Крым. И мне представляется, мы еще не достигли пика этого напряжения, за которым уже могут быть открыто сформулированы подходы для торга. Но то, что торг будет вестись в отношении Крыма, у меня в этом нет сомнения. Руфат Бей, последнее завершая, на встрече митрополит Симферопольский Крымский Лазарь от имени всей паствы сказал президенту «Огромное спаси Господи за восстановление православного храма». И он сказал «Надо было бы спеть вам многое лето». Это он сказал, улыбаясь, на что Путин пообещал «в соборе споем». Я дословно привожу этот диалог. Ну, наверное, растрогавшись, Владимир Путин заявил, что Украина встанет на ноги и будет вместе с Россией строить свое будущее. Ну, вот такая трогательная забота о соседней стране, об Украине. Руфат Бей, какую бы заздравную спели бы вы президенту России, Путину? Прежде всего, давайте я замечу о том, что я хорошо знаю митрополита Лазаря и даже считал, что мы где-то в какой-то мере имели ровные отношения, если не дружеские. Я очень сожалею, что он забыл то, что он говорил. Год назад, два-три года назад. Но это дело такое, Всевышний будет, наверное, справедлив ко всем нам в одинаковой мере. То, что касается вот этой фразы Путина, я бы здесь просто одно бы слово добавил бы и, как у нас говорят, сделал бы Алла Вильды. Украина действительно встанет на ноги. Украина действительно будет с Россией, как и со всеми своими нормальными соседями. Но Украина будет с Россией обновленной. В этом у меня сомнений нет. То есть в России без Путина вы имеете в виду? Россия, которая полностью возродится в лоно международных прав, с Россией демократической. Россия, которая, я надеюсь, режим Путина будет последним автократическим режимом в ее истории. Рифат Бэй, огромное спасибо за участие в нашей программе. Я благодарю вас за все сказанное. Очень было интересно услышать ваше мнение, ваши комментарии. Прощаюсь с вами. Надеюсь, до следующего раза. Всего доброго. Успехов. Успехов вам во всех ваших начинаниях и делах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok